За деньги что ли здесь? А бесплатно можно за их? Бесплатно нельзя. 100 рублей и езжай прямо на берег. Таким предложением встречают посетители на озере Изумрудное. Рядом и плакат с концепцией благоустройства. Чем не повод для пожертвования? Большинство, не задумываясь, достает купюры. Кто-то, как мы, пытается узнать. А лицензия есть? Лицензия. Лицензия на час тебя, какой же величок. А кто начальник? Начальник пока у нас начальник. Ну а что за фирма? Что-то хоть убираем. Поставьте здесь машину. Для тех, кто платить не хочет, есть альтернатива. Парковка вверху 150 метров от пляжа. Правда, с утра в выходной день она уже почти полная. Это, кажется, было единственное место, куда отдыхающие могли попасть бесплатно. А Стап решил исправить такое досадное упущение. Каждый, приобретайте билеты на вход в провал! Предприимчивость Остапа Бендера тут же вспоминается при виде такого прибыльного автопотока. О том, что законность такого сбора на Изумрудном сомнительна, отдыхающие, правда, знают и сами. Я девушка с ребенком, а передо мной стоит мужчина. Только исключительно поэтому. И мы бы не донеслись только сумок с игрушками и без машины пешком. Мне проще отдать и спокойно заехать, не ругаться, ничего. И оттуда с ребенком не идти. Я как спасатель. А знаете ли, что вы? Ну, нам сказали, да, 100 рублей. Мы просто говорим вот так и так. Сотрудники нас пропустили. Каждый год же одна тоже, по-моему, повторяется. Плата за въезд, говорят местные, была сколько себя помнят. Разные будки, шлагбаумы и люди. В 2012-м, например, плату просили парни в камуфляже. Не раз незаконную деятельность по обращениям отдыхающих пресекала прокуратура. На очередных пляжных бизнесменов управа уже нашлась. По заявлениям отдыхающих, на место приехала полиция, составили административный протокол по статье «Предпринимательская деятельность без лицензии» и шлагбаум сняли. Надолго ли? В администрации Кировского района нам объяснили проблемы еще глубже. Те люди, которые съезжают вниз, это водоохранная территория, и съезжать туда запрещено. Там часть территории принадлежит муниципалитету, а часть там, я еще раз повторюсь, водоохранная зона. Порядок на озере мог бы навести долгосрочный арендатор, но инвесторам место неинтересно. Прибыль только пару месяцев в год. Вопрос, что делать с автолюбителями, пока остается открытым. Лена Зинатольевна, Рамзель Гарипов, Александр Лобанов, Амир Зарюшев, ТНВ «Казань».